Генри Катнер 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 — Досадно, — заметил я. Адмирал даже не потрудился взглянуть в мою сторону. — О, мы нашли их неделю спустя, благодаря чистому везению. Это случилось возле пояса астероидов. Наше судно оказалось быстроходнее. У них не было ни одного шанса уйти. Сдались без единого выстрела. Это привело нас в бешенство, так как мы отлично знали, как поступали Синтара и его подручные с экипажами захваченных кораблей. И, как предполагаю, нам всем хотелось, чтобы пираты воспользовались шансом на сопротивление. Но они выпустили белую ракету и безроботно сдались. Вот только ради на борту не оказалось. Старик, так мы называли капитана Ларсена, побеседовал с Синтарой. А когда он с кем-то беседовал, то был невероятно убедителен. Пират разгололся почти сразу и признался в том, где спрятал Радий. На маленьком астероиде. Там уже упомянутом поясе. И он согласился показать нам это место. Решили так и сделать. Пленных негодяев заперли в карцере, и мы направились к поясу. Примерно через двадцать часов наше судно достигло нужного астероида. Гладкая сфера, покрытая бледно-голубым льдом. Таким он оказался из космоса. Атмосфера была пригодной для дыхания. Хотя и сильно разряженной. Имелась и пресная вода. Старик настолько впечатлился благоприятными условиями, что позволил экипажу покинуть порт. Заключенных так и оставили под замком, исключая одного только Синтару, который и повел нас к тайнику. Радий быстро был найден и погружен на наш корабль. Снова оказавшись в космосе, спустя некоторое время мы достигли тюремной базы на Плутоне. А по истечении десяти часов весь экипаж ослеп. Причина была в том самом проклятом голубом льде, который покрывал астероиды. Пиратам-марсианам он не доставлял никаких хлопот, и со особенностями устройства их глазенок, защищенных природным подобием линз. Но мы, земляне, получили все сполна. Даже тех, кто не покидал судно, настигло излучение льда через иллюминаторы. Знаете же эффект снежной слепоты. Проблема временная, но в течение нескольких часов мы были вынуждены передвигаться на ощупь, подобно настоящим слепцам. Медик определил, что зрение восстановится через день или чуть быстрее. Старик Ларсен проклинал все на свете. И Зинтар, и Марс, и каждую планету в Солнечной системе. Но сигнал создавать отказался. Мы все согласились с ним. Потеря лица представлялась куда более ужасной альтернативой. И все бы потихоньку нормализовалось, если бы марсианские бандиты не сговорились совершить побег. Каким-то чудом Зинтар умудрился припрятать лазерный пистолет. И в решающий момент, тщательно рассчитанный пиратами, несколько кровожадных злодеев вырвались из заключения и с украшающими проклятиями ринулись к оружейной стойке. Похватав лазерные винтовки, негодяи вознамерились уничтожить каждого из нас. Такая борьба им нравилась. Устроить резиню слепым противникам. А мы ведь ничем не отличались от слепых. Я находился в рубке управления, когда услышал сигнал тревоги. Старший помощник Дентон ухитрился предупредить экипаж через коммуникатор. Но так как мы были слепы, то могли лишь догадываться о случившемся, слыша перекрикивания марсиан друг с другом и предсмертные вопли погибающих товарищей. Очевидно, что бороться с пиратами мы не могли. Они обладали зрением, а мы — нет. Можно было только попытаться отступить, не подпуская марсиан к себе на близкое расстояние. Помогло бы это мало. Противник, и не приближаясь к нам, вполне мог перебить всех выстрелами из лазера. Адмирал тяжело вздохнул, испытывая явные затруднения при попытке проанализировать всю тяжесть давнего происшествия. Пауза затянулась, и я задал очевидный вопрос. Ну и как у вас получилось спастись, используя скоростные качества корабля? Подумайте, головой юноша. Бандиты-зентары могли видеть, а мы — нет. Необходимо было поставить их в равное с нами положение. Я просто принял на себя всю полноту власти на субне и решил использовать эффект скорости, даже при том, что был временно слеп с помощью приборов я мог управлять кораблем на ощупь. В космосе быстро повысить скорость не проблема. Я составил корабль максимально ускориться, и при возникшем затемнении мы наконец смогли устроить пиратам настоящий ад, ибо они тоже ослепли. Наше судно мы знали как свои пять пальцев. Затемнение только и смог переспросить я внезапно ослабевшим голосом. Адмирал бросил на меня усталый взгляд. Мы двигались быстрее скорости света. После того, как я за минуту тлюкал того, резко повысил скорость корабля до максимума, мы переместились в такое состояние, что погнали световые волны, и что перед нашими глазами, что перед стенками марсиан предстала одинаковая картина полной темноты. Ну как? Старый вояк развел руками. Теперь вам все предельно ясно. Да, ответил я. Продолжение следует...